Добрый день, друзья! С вами доктор Константин. Будьте, пожалуйста, сейчас внимательны. Вы все поймете, почему что восточная медицина тонкая. И тонкость заключается прежде всего в знаниях, которые мы можем с вами употребить в повседневной нашей жизни, для нашего здоровья и восстановления энергии ЦИ. Смотрите внимательно. Точка ТР1, Гуанчунь, вот где она у нас находится, безымаемый палец. Вот я на себе покажу данную точку. Видим, да, где она находится? Пожалуйста. Точка ТР1, Гуанчунь, связана с точкой МЦ8, точка Лао Гунь, вот где она находится. Пожалуйста, я вам показал. Где находится точка МЦ8, Лао Гунь, и где находится точка ТР1, Гуанчунь. Вот эти две точки между собой, они связаны. Чем они связаны? Энеретическим каналом. И не забывайте, пожалуйста, что согласно теории пяти элементов, меридиан тройного обогревателя и перикарда, они относятся к элементу огня. И между собой обмениваются энергии. Но вы знаете, вот здесь вот такой парадокс встречается, где многие люди не могут понять, что люди больше верят в физику, а физика – это перикард. И люди не уповают на энергетику, а тонкая энергия – это тройное обогреватель. Вследствие чего перикард, что? Начинает, так словом мы скажем, господствовать, либо начинает унижать, либо начинает, что? Подавлять тонкую энергию. Ну а тонкая энергия контролирует грубую. Люди об этом не знают до поры до времени, пока месть не касается их нетяжелых заболеваний. И вот когда идет война, либо конфликт в организме человека, вследствие чего конфликта порождается та или иная болезнь, либо то или иное болезненное состояние, всегда выступают в этом конфликте первых два главенствующих меридиана. Это меридиан и тройного обогревателя, и меридиан перикарда. Единственное «но» – люди не знают, в каком они состоянии. Ясно, да? Вот и все. Смотрите, как просто. Потому данная точка ТР1 Гуанчунь, чем она интересна, чем она уникальна, чем она совершенна, и чем она доступна. Когда мы проведем диагностику 12 меридианов, и видим, что между двумя этими меридианами есть конфликт, как? Ну допустим, меридиан перикарда воспален, а меридиан тройного обогревателя слабый, вялый. Все, перикард что? Забирает энергетику у тройного обогревателя. Или наоборот, тройной обогреватель воспален, а перикард слабый, недостаточный. Происходит конфликт, болезнь порождается. Человек там лечит, 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 а нам нужно восстановить эту связь. Вот с помощью данной точки ТР1 Гуанчунь мы можем эту связь восстановить. И с помощью точки МЦ8 Лаугун. Не забывайте, точка МЦ8 Лаугун еще является точкой чакры, чакрой головного мозга нашего с вами. Вот представьте себе, что через точку ТР1 мы можем связаться и с головным мозгом, и со всей сосудистой системой, и со всеми органами, и с кровью, и со всеми сосудами. Понятно, да? Единственное но. Что нужно делать с данной точкой? С двумя этими точками. Что нужно? Ну, если тройной обогреватель слабый, тогда данный апеликард воспаленный, тогда надо данную точечку расслабить, и сразу же что? Данную точечку протонизировать. Сегодня вы сделаете на этой руке. А завтра вы сделаете на этой руке. Понятно, да? Тем самым будете, не сразу восстановите связь, энергию ЦИ. Я сразу вам говорю, выкиньте это с головы, там, уколол, там, там, гармония, все. Нет, ребят, нет. На это нужна работа. Работа, творческая работа. Составить план, график, дневничок, воздействовать на эти точки. И раз в три дня работать с этими точками. До тех пор, пока, если вы не почувствуете, что энергетика ваша перестраивается на тонком уровне, на физическом уровне. А потом, что этот уровень нужно еще что? Соблюдать в чистоте и в порядке. Понятно, да? Вот и все. Элементарно просто. Только человеку нужно для этой элементарной простости знать, где располагаются данные точки. Я вам показал. На первом этапе. На втором этапе знать, в каком состоянии. Ваша диагностика и состояние двух основных меридианов, которые между собой всегда враждуют. Здесь я подчеркиваю, всегда враждуют между собой. И что третий этап? Восстановление этих меридианов в норму. И все зависит от вас. Спасибо за внимание.